Отмечать 18 мая Международный день музеев решили еще в 1977 году. И по традиции в этот день в музеях принято устраивать Дни открытых дверей и различные тематические встречи. Бесплатно посетить Краеведческий музей можно было вчера, а вот сегодня, несмотря на праздник, музей закрыт для посетителей. Коллектив принимает поздравления. Губернатор Александр Старух приехал без грамоты цветов, зато с экспонатами для музея. Это то, что сделано руками. Это дети наши вышли в Запорожье, в Запорожье области. Сонечка. Герб. Суперэкспонат. Это тоже очень интересный экспонат. Это подарили, это гимн Украины, это те, кто у нас в управленных закладах. А еще музею глава области подарил флаг, который держали в руках запорожские спортсмены на последней Олимпиаде. Такими подарками губернатор пообещал радовать периодически. Экспоната у нас хватает, говорят музейщики. Проблема в том, что их выставлять негде. Не хватает оборудования. Должны быть витрины специальные, должны быть, а для этого должно быть финансирование. Не хватает оборудования, это еще полбеды, говорят музейщики. В здании Кровического музея с 70-х годов не было ремонта. В аварийном состоянии находится художественный музей. С финансированием, туго отвечает губернатор, программу поддержки культурной отрасли до сих пор не приняли. А потому и денег на ремонты нет. Мы будем вышукувать бюджетные, позабюджетные, в первую очередь, кошты для того, чтобы сделать необходимые первоочередные заходы. Созумело, что этого не выстачит. К тому, что культурная сфера финансируется по остаточному принципу, у нас уже привыкли, признаются работники музея. А потому приходится выкручиваться самостоятельно. Не выполняется коллекционный фонд, помогают запорожцы, чтобы привлечь в музей детей, проводят детские конкурсы и тематические занятия. Международный день музея сегодня отмечают сотни запорожцев. В нашей области свои персональные музеи есть практически на каждом крупном предприятии, а также в некоторых средних школах. Продолжение следует...